Удивительный сон в настоящую летнюю ночь. Так отзываются сегодня театралы Петербурга о только что прошедшей премьере Маринки. Как мы уже рассказывали, Валерий Гергиев вместе с интернациональной командой постановщиков обратился к самой поэтичной опере Бенджамина Бриттона, созданной по комедии Уильяма Шекспира. Кстати, сон в летнюю ночь считается единственной из шекспировских пьес, сюжет которой полностью придуман автором. Но вариант толкования сна, предложенный создателями оперного спектакля в Петербурге, оказался еще более фантастическим. В Мариинке все разговоры об английских гениях Бриттоне и Шекспире. Феях, эльфах, любви и волшебстве. У Валерия Гергиева на идею работают и взрослые, и дети. Здесь поет детский хор. Гергиев делает ставку на спектакли нового поколения. А это как формат 3D в кино. Дорого и престижно. В нашем концертном зале, который является также театральным залом, добиться того счастливого равновесия между музыкой, театральностью, пением, пластическим движением. И тут огромное количество, ну, даже, может быть, необычайно рискованных задумок. Концертный зал не узнать. Англичанка Изабелла Байоутер сконструировала настоящее зазеркалье. Здесь даже Алиса растерялась бы. Экран с видеопроекцией, дополнительная площадка для певцов. И таких сюрпризов здесь много. У хореографа Максим Брэм. Певцы танцуют. Конечно, не балет, но убедительно. Интересно работать с людьми, которые не умеют танцевать. Их надо убедить, что они смогут. И научить простым, но эффектным движениям. Впервые артисты поют в воздухе. Титанию Ольги Трифоновой высотой не испугать. В пяти метрах на сцене даже голос звучит иначе. Трос и страховка теперь привычны, как микрофон. Под платьем спасательный жилет. Такой экстрим держит в тонусе, как и Бриттен. Английскую оперу. Она поет впервые. Ей это нравится. Очень образная музыка волшебная. Это сказка. 100% сказка. И для обычной жизни, и для взрослых, и, конечно, для детей. На постановке два режиссера. Дэвид Доуни, хореограф цирка, делает трюки под оперную музыку. Эффектные моменты всегда держат зал напряжение. Особенно, когда в оперном спектакле появляются трюкачи. Многие концертные залы имеют такие возможности. Но здесь страховки, тросы, канаты. Нам все приходилось делать на ходу. Дочь всемирно известного дирижера, Георга Шелки, Клаудио, ставит впервые. Она кинорежиссер, но ей наберут свое. За плечами Оксфорд, пара короткометражек и полный метр. На сцене, как в кино, для нее главная картинка. Каждая мизансцена, как раскадровка фильма, расписана по секундам. Параллельно Клаудио снимает киноверсию летней ночи. Только действия в современном Лондоне. Меня вдохновляла музыка, и эта картина в рамке, как экран. Меня предупреждали, что управлять певцами сложнее, чем актерами. Но мне повезло работать с этой командой. Это все равно, что поющие актеры. Уиллард Уайт с Бриттоном сроднился. Поет его в разных театрах. Здесь весело работать, много смешных сцен. Настроение портят эти ослиные уши. По сценарию его герой превращается в осла, и силиконовые ушки необходимы. Они настоящие произведения искусства. Но Уиллард в бешенстве. Но с режиссером не поспоришь. Вот так под шляпой, вот он идет человек. Потом он, когда представляется Титане, так, оба, и осник смотрит на нас. А вот Аберон Артема Крутько против усов и бороды ничего не имеет. Это, конечно, не ослиные уши, но тоже намертво приклеены. Ради такой партии Артем готов и на большие жертвы. Не каждый раз поешь идеально подходящую партию. Особенно для контртенора. Я пою ее с наслаждением. Мне не составило труда ее выучить. Никаких не было таких вот. Да, музыка, музыкальный материал сложен. Но это со временем багаж накапливается, накапливается, накапливается. И в конце уже ты поешь музыку и влюбляешься в этот материал, в эту музыку, в это волшебство музыки. Авангардная классика. В Мариинке Бриттен и Шекспир звучат по-новому. Их сон в летнюю ночь претендует на новое слово в искусстве. Мультимедийные технологии сделали параллельные миры ближе, а фантазии реальнее. Елена Ворошилова, Кирилл Пальмовский, Сергей Хованец. Новости культуры. Санкт-Петербург.